О том, каким должно быть МВД в Украине, будем говорить сегодня с директором Центра исследований правоохранительной деятельности Олегом Мартыненко. Олег, здравствуйте. Вы как доктор юридических наук. Расскажите нам, каким все-таки должно стать МВД после революции, которая случилась в Украине, которая была очень важна и которая поставила массу вопросов к правоохранительным органам в Украине. Я знаю, что вы разработали новую стратегию. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Начнем с того, чем является в данный момент у нас Министерство внутренних дел. Это постсоветская модель, откровенная. И это, по сути дела, даже не Министерство внутренних дел, это Министерство милиции, в кавычках так можно назвать, потому что доминирующую роль и большую часть в министерстве занимает подразделение, которое по закону относится именно к милиции. Если говорить о том, какие есть варианты, чтобы это было не Министерство милиции, куда бы отдать милицию или будущую полицию, то вариантов у правозащитников, у экспертов тоже было несколько. Некоторые ссылаются на варианты стран, где полиция подчинена Министерству юстиции, например. И это отдельный департамент, а Министерство внутренних дел в той стране занимает другую позицию, туда полиция не относится. А некоторые считают, что Министерство внутренних дел вообще не имеет права на существование, потому что само название себя дискредитировало от начала и до конца. Ну, если мы возьмем и модель дореволюционную, когда Министерство внутренних дел включало чуть ли не Министерство транспорта, печати, географии и картографии, прошу прощения, геодезии. Вы сейчас о какой революции говорите? 1917 года. И вот это все туда включалось? Вот, да. Ну, потом потихоньку, естественно, это все учленялось. И осталось вроде то, что потом НКВД смело назвало Министерством охраны общественного порядка. Это, собственно, и было Министерство милиции в том смысле, из которого потом уже трансформировалось Министерство внутренних дел СССР как таковое. И получается так, что если мы посмотрим на европейские страны, то Министерство внутренних дел – это довольно существенный конгломерат правительственных агенций, которые занимаются охраной общественного порядка и обеспечением безопасности граждан. Сюда не входят спецслужбы. Сюда обычно входит то, что мы называем Министерством чрезвычайных ситуаций. Частично это пограничная полиция или, естественно, департамент полиции. И мы можем по этой модели посмотреть, годится нам или не годится такая структура. И если мы посмотрим, опять-таки, с европейской точки зрения, то мы можем увидеть, что мы можем оставить Министерство внутренних дел как название, но сделать его таким, чтобы туда входило то, что сейчас миграционная служба, национальная гвардия, пограничная служба, Министерство чрезвычайных ситуаций тоже хотят включить, естественно, будущее полиции, как мы это видим, но сделать так, чтобы полиция занимала совершенно обособленное место, не доминирующее, которое будет заниматься только охраной общественного порядка, расследованием общеуголовных преступлений, не экономических, не преступлений, связанных с организованной преступностью, а только общеуголовных преступлений. И на этом их функции полиции ограничивались. А почему это важно? Я скажу, что, в принципе, была концепция, которая разработана рабочей группой под руководством Еремы, она включала такую же, точно такую структуру. Но в этой структуре был маленький карлик, который назывался Центральный аппарат МВД, и разработчики этой концепции говорили, там будет всего 300 человек. Но по функциям эти 300 человек полностью контролируют финансы всех независимых государственных служб на уровне МЧС, полиции, национальных органов. То есть ни одно якобы самостоятельное подразделение не имеет права ни копейки потратить без разрешения этого Центрального аппарата. А логистика, личный состав, обучение, все держит в руках вот эта вот когорта из 300 человек. Это азиатская модель в европейской оболочке. И поэтому правозащитники из-за этого критиковали эту модель. И если мы скажем, почему такое министерство нужно, мы можем взять любую конфигурацию. Здесь самое главное не то, какие составные части мы включим в министерство, а какие мы принципы управления между этими подразделениями поставим. Если мы скажем, что каждое подразделение работает совершенно самостоятельно, со своим бюджетом, само назначает, распоряжается кадрами, и начальник службы чрезвычайных ситуаций сам назначает себе замов, а не ждет, когда его министр с Кабмина приведет его замов и скажет, это твои заместители по знакомству, ну как это делается, допустим, сейчас. И в Министерстве внутренних дел делается точно так же. Если мы признаем, что самостоятельные подразделения, и министр, как политик, только курирует их, координирует действия, рекомендует, что делать, но не имеет права прямо вмешиваться в действия подразделения, допустим, пограничной службы, и он говорит, делайте вот так и прямо сегодня. Такого просто быть не должно, и если мы поставим такую систему управления, тогда у нас получится Министерство европейского образца. Ну, я не беру исключительные ситуации, такие как военное положение, там действительно министр может сократить демократические принципы для повышения эффективности управления. А можно тогда уточнение одно небольшое? Это означает, что вот, скажем, тогда во главе Министерства внутренних дел может быть совершенно человек далекий от милиции? Мини исключительно профессионал. Министерство внутренних дел, конгломерат различных самоостоятельных служб. И департамент полиции национальной – это отдельное взятое мини-государство со своим профессионалом во главе. Министр внутренних дел, политик, он пришел на год, на два, ну, как ему судьба так позволит, со своим, естественно, аппаратом, патронатной службой, как мы можем угодно называть, он пришел и ушел. Но при этом профессионалы на уровне всех этих служб не меняются. У них, наоборот, подписан долгосрочный контракт, они прошли систему выучки, подготовки, отбора, и так и будут на этих должностях достаточно длительное время, чтобы обеспечить стабильность работы аппарата. Это означает, что министр не обязательно должен быть там прослужить сколько-то лет в милиции и разбираться в этом? Может быть, просто политическая фигура, которая до этого, может быть, была далека, и может быть, даже гражданская, в принципе, как это может быть в европейских странах. Да, правильно ли я, Сипа? Да. И именно под такую модель мы и сделали стратегию развития органов внутренних дел. Мы это представители Харьковской правозащитной группы во главе с Евгением Захаровым и эксперты нашего Центра исследований правоохранительной деятельности. Мы работали над этим в чистом виде месяца три. Но до этого и у наших экспертов был опыт изучения европейской полицеистики, равно как и опыт работы органов внутренних дел. И это все, по сути дела, является конгломератом, опять-таки, экспертных знаний. И в этой стратегии развития мы предусмотрели как раз такую независимую модель, хотя поначалу Министерству внутренних дел это сильно не понравилось, потому что Аваков действенный политик, и он не мог себе представить поначалу, как это он не руководит, а рекомендует. Но потом он понял, что речь идет о стратегии и о европейской модели. И он сумел отойти от сегодняшней ситуации, когда действительно не до этих демократических реверансов, и нужно действительно часто не вмешиваться, а прямо руководить какими-то действиями. И если мы говорим о том, что в перспективе через 5-8 лет мы выходим на эту модель, то это приемлемо. Точно так же, когда мы говорили о том, что в министерство должно подлежать демилитаризации, децентрализации, деполитизации, ну, деполитизация уже понятно, это модный термин, а демилитаризация, мы говорили, что Национальная гвардия не может находиться в составе МВД, потому что, образно говоря, войско должно находиться у воеводы, у Министерства обороны, а полиция должна находиться у Министерства внутренних дел. И поначалу, естественно, Аваков это тоже не воспринял, потому что если сейчас национальную гвардию передать в Министерство обороны, то все действия на Востоке, они и без того, так скажем, непровальные, но крайне неуспешные, вообще сведутся крайне неуспешным вариантом во всех начинаниях. Но опять-таки, поскольку Аваков человек в этом отношении и со свежим взглядом, и европейским мышлением, он отошел от сегодняшней ситуации и понял, что да, с течением времени национальная гвардия действительно может перейти в Министерство обороны. И тогда получилось, что военные действительно в Министерстве обороны, а все, кто военизирован, ну вот как полиция, пограничная служба, да, это находится в Министерстве внутренних дел. И вот такое четкое разделение, кто где и за что отвечает, в принципе, перспективно, и мы эту стратегию передали на рассмотрение Министерства внутренних дел, и сейчас, насколько мне известно, Министерство на основе нашей стратегии готовит концепцию реформы МВД, которая собирается подать в Кабмин. Ну вот вы сказали, что вот ваша стратегия будет внедряться там за 5-8 лет, а что-то вот в более краткосрочный период можно будет внедрить уже согласно вашей стратегии? Ну мы пришли как раз в Министерство, когда, ну мы это правозащитники, который работает в составе экспертного совета при МВД, он носит такое длинное название по правам человека и реформирования, но когда мы собрались по предложению Увакова, то нам была поставлена задача разработать как раз такую концепцию, либо стратегию реформирования, и мы с самого начала дали пакет краткосрочных предложений, которые можно реализовывать прямо сейчас, не дожидаясь никаких реформ, ну потому что не нужно, допустим, ждать реформы для того, чтобы разрешить гражданам посещать райделы с мониторинговыми визитами, все ли там в порядке, в каких условиях работают сотрудники. Какое потрясающее новшество просто. Ну да, для сотрудников Министерства это было неприятным холодным душем, они вспомнили, что такие мобильные группы правозащитников ездили, кроме неудобств ничего не возникало, потому что мало ли что они там могли увидеть. А если это уже будет не правозащитники, а вообще местное население, хотя и обученное, и не все сразу, а по списку какая-то конкретная часть, для них это оказалось, допустим, неприемлемым. Мы не видим проблем в том, чтобы сделать так, чтобы разрешить задержанным, которые находятся в изоляторах временного содержания при райделах, пользоваться телефоном. Естественно, с прослушкой, естественно, с цензурой, и, естественно, допустим, даже в присутствии, может быть, сотрудника милиции, но в любом случае разрешить пользоваться для того, чтобы иметь связь с близкими. Это тоже было отметено. И вот таких вот краткосрочных маленьких мини-шажков мы предложили... Ну, еще парочку назовите. Очень гуманные шажки. Очень мне нравятся такие шажки. Это электронная регистрация всех людей, которые вообще заходят в райдел в качестве посетителей, приглашенных, ну, мы знаем, как приглашают, иногда часто даже с наручниками в руках. Это кто? Это доставленный или приглашенный. Он задержан? Нет, мы его доставили. Почему наручники? Ну, доставили. Вот бывает такое. И вот если регистрировать всех в электронном виде и сохранять в базе данных, потом уже крайне тяжело объяснять, почему не вызвали адвоката, почему не сделали звонок и, в общем, не поступили по тем законным требованиям, которые есть. Мы предложили участвовать человеку, который подал жалобы на незаконные действия сотрудники милиции во внутреннем расследовании на правах такого наблюдателя, чтобы он мог иметь возможность убедиться, что этот специалист по внутренним расследованиям просил нужное количество людей, что он, в принципе, что-то делал перед тем, как написал, что факты не подтвердились, и это максимальная информация, которая поступает обычно заявителю. Министерство это тоже не воспринимает. Министерство, имею в виду, это старое министерство, старая гвардия, которая восприняла Авакова его команду как очередную команду политиков, которая пришла и, скорее всего, уйдет. И, к сожалению, эта система до сих пор продолжает работать, то есть весь наш пакет мини-шагов, он тогда остался невостребованным, но мы это все равно включили в стратегию, в качестве кратросрочной, долгосрочной перспективы, расписали, почему это должно быть. В любом случае, стратегия темы отличается, что мы подошли совершенно с другого. Мы построили по архитектуре новый документ. Мы сначала сделали визию, то есть видение таким, каким должно быть министерство и полиция в идеале через несколько лет. И как только мы составили эту идеальную картинку, мы прописали все принципы европейской полициистики, о которых я уже говорил, это и верховенство права, децентрализация, деполитизация, демилитаризация, профессиональное обучение личного состава, прозрачность и подотчетность в работе перед гражданским обществом. И как только мы это выписали, между идеальной картинкой и принципами, мы сразу заложили цели, которые должны преследовать реализацию этих принципов, и краткосрочный, долгосрочный результат реализации этих принципов через поставленные цели. И потом, когда мы увидели, что на финальной стадии все результаты совпадают с нашей визией, мы убедились, что документ в принципе готов. И мы это подали. Документ очень хорош в том, что модули можно немножко изменять. Краткосрочные, долгосрочные цели можно изменять по времени. Но в любом случае с этим документом можно работать. И самое главное, как я говорю, моя целевая аудитория бабушки возле подъезда, они когда почитают, они поймут, почему вот цей принцип, вот ця цель, и вот там будет визия, вот там будет все добро. Им это понятно. Когда читаешь милицейские документы, подготовленные до этого всего периода, там обычно пишется, как все плохо в министерстве. Для того, чтобы было лучше, краткосрочный, долгосрочный перспект, что нужно? Нужно взять себе МЧС, вернуть пенитенциарную службу, нужно взять себе пограничников. И с этого момента, граждане, будьте уверены, пишется в обычном концепции, министерство выйдет на качество новый уровень. Все будет обеспечено, стабилизировано, углублено, покращено. И идет перечень деклараций, которые подходят к любому министерству, там образование, там здравоохранение. Это можно эти декларации лепить куда угодно. Когда читаешь этот документ, непонятно, как вдруг ни с того ни с сего Министерство внутренних дел, которое само не реформировано, похоже, в общем-то, на инвалида, берет в свою команду еще двух инвалидов, извините за образное сравнение, пенитенциарную службу пограничную, у которой, собственно, свои куча внутренних проблем, поэтому я не понимаю, как может обмениться четыре инвалида и заиграть как здоровая команда. Вот из этих концепций-то никогда не увидите. Наша стратегия предполагает, что да, у нас все плохо, у нас должно быть все хорошо, мы знаем, по каким принципам нужно лечить это туловище, мы знаем промежуточные результаты, какие нужно ставить цели, и потом мы должны разрабатывать под эту уже дорожную карту, технический план, рабочий план, просчеты делать для каждого этапа, мы должны знать, сколько нам нужно людей, сколько нужно в бюджете денег, чтобы уволить, принять. То есть это все уже в дальнейшем. Но сама стратегия удобна тем, что она как какой-то скелетный, который можно уже наращивать свои модули, и она может обретать действительно европейский вид с нашей национальной спецификой. Вот это творение мы отдали с Евгением Захаровым в МВД, мы его обсудили на свидании экспертного совета, и теперь что там делают специалисты МВД с нашим детищем, мы не знаем, но надеемся, что многое из этого они воспримут. Ну а вот если бы вы очень просто объясняли, вот вначале вы говорили уже об этой реформе, вот если бы там одно-два предложения, вот чем она отличается от всех остальных, вот как вы сказали, для бабушек, которые сидят возле дома, все-таки, еще раз? Ну, во-первых, мы не зацикливаемся, что будет в МВД. Нам все равно, сколько там будет подразделения. Для нас самое главное, чтобы полиция была той полиции, которая храняет общественный порядок, и не лезет в экономические, интеллектуальные преступления, и не доробить свою деятельность по каким-то очень специализированным видам. Для этого, по нашему мнению, должны быть специализированные агенции, либо под эгидой СБУ, либо под эгидой МВД, но как самостоятельно, отдельно от полиции, департаменты, совершенно независимые. Мы говорим о том, что должна появиться местная полиция, очень болезненный вопрос, желаемый для многих губернаторов, но и опасный с точки зрения государственного управления, Остановимся на местной полиции. Интересно, можно более детально, что имеется в виду? Имеется в виду, что местным муниципалитетам на любом уровне не будет разрешаться создавать свою местную полицию, у которой будут функции охраны общественного порядка, и те функции, которые видит для себя важный муниципалитет. Это обычно проблемы парковки, незаконной торговли, доставки должников, и так далее. То есть это действительно, действительно очень, вплоть до того, что это охрана природных ресурсов в видении муниципалитета, который находится. Местная полиция создается за средства бюджета местных властей и находится под двойным управлением национальной полиции и муниципалитета. Через эту стадию прошли многие страны, всем хотелось иметь местную полицию, потому что любой губернатор и мэр, конечно, хотел иметь ручную полицию, которая будет выполнять его указания. И через вот такую коррумпированную стадию местных органов полиции прошли все страны. Некоторые от такой модели отказались, некоторые оставили, но оставили с тем, что эта полиция, она работает по тем же стандартам, что и государственная полиция, подвергается такому же внутреннему, внешнему контролю со стороны прокуратуры, судебных органов, гражданского общества. И мэр сейчас не в состоянии манипулировать этой полицией, как своим карманным, в кавычках, подразделением. Нам эту стадию, если мы на это решимся, нам эту стадию нужно пройти, хотя не обойдется без коррупционных скандалов, без всего того негатива, что можно представить. Ну, это, как я говорю, как ветрянка. То есть ей нужно переболеть и пойти дальше по пути эволюции. Долго болеть будем? Если будем, смотря как мы будем лечиться, в любом случае мы прописали в стратегии, что должно быть поэтапно введение местной полиции. Это должно вести, в первую очередь, распределение государственного бюджета, чтобы из государственного бюджета выделялась специальная строка каждому муниципалитету для финансирования местной полиции, а не для того, чтобы там из своих прибыли взяла местная община, наняла полицейского. На этом могут решиться, наверное, сейчас 2-3 области максимум, а все остальные на это не способны. Поэтому нужно перераспределение государственного бюджета. Это очень болезненный вопрос для наших политиков, которые этот бедный наш бюджет и так переделят уже в своих интересах. Поэтому с этой стороны болезненный вопрос. Ну и в-третьих, нужно предусмотреть несколько моделей местной полиции, потому что есть альтернативы в западных странах, есть усеченные полные функции. Поэтому мы должны предоставить поэтапность, альтернативность моделей и обязательно при поддержке государственного бюджета. Ну вот скажите, вот эта стратегия, она очень дорогая для государства. Мы же сейчас говорим о том, что мы будем честными, что денег в стране нет и неизвестно, когда они появятся, учитывая, что мы ведем военные действия. То есть не является ли эта стратегия, знаете, какой-то такой заоблачной стратегией, которую мы будем там где-то когда-то ожидать, а сегодня ничего сделать не можем. Всегда же можно сказать, нет, вот денег нет, ничего не будет. Ну, в принципе, мы еще не считали окончательную финансовую стоимость, потому что отдельная работа, во-первых, нужно провести аудит самого МВД, чем оно владеет и чего ему не хватает, потому что все говорят, что министерство финансируется на 30-40%, но что это в жизни, мы не знаем. Например, даже министр часто не знает, какие склады с вооружением находятся в виде МВД, и там бывают случаи, что просто подсказывают, что, товарищ министр, у вас там есть что-то. А бюрократы МВД прячут, ну, я имею в виду национальные гвардии, прячут эти склады только потому, что там уже все разворовано. Если министр придет, скажет, давайте, тут же по номиналу у нас все есть, там уже все давно уворовано попередниками. Поэтому, если провести просто аудит того, сколько помещений, сколько машин, сколько средств имеет МВД, нам уже как легче от отправной точки считать. Что касается заоблачности такой стратегии, мы исходили из реальных потребностей государства, того, что у нас действительно ничего нет. И если мы говорим о сокращении личного состава, то сокращение нами видится как передача отдельных подразделений в другие ведомства, министерства, и постепенно сокращение личного состава параллельно с обучением их второй специальности. Для того, чтобы человек, который потеряет работу, он должен приобрести еще какую-то специализацию, чтобы он мог строиться на рынке труда. То есть это не означает грузинский вариант, когда они там 18 тысяч гаичников взяли и сократили за один день, хотя к этому долго готовились, но это было так вот, решение принято и сделано очень быстро. Это красивый ход, он очень греет душу, допустим, для нашего населения, но сейчас мы так сделать не можем, потому что это, даже если и будет законно, это, представьте, что каждому сотруднику увольняемым быстро, нужно выплатить выходное пособие, и это денег больше, чем, если мы сокращаем 10 тысяч, это нужно денег больше, чем бы мы наняли, скажем, заново 20 тысяч новых человек. То есть уволить не так просто. Поэтому и в стратегии все это прописывается именно поэтапно и с оглядкой на то, что в первую очередь вкладываются деньги и в энергоемкие мероприятия, такие как электронные документы, оборот, улучшенная система управления, повышение нагрузки на каждого сотрудника с тем, что он избавляется от не свойственных функций, но очень интенсивно работает по одной и двум своим основным функциям. И тогда мы можем говорить о том, что мы можем и сокращать, и влазить в бюджет с такими потребностями, но в любом случае это предмет для особого изучения, и поэтому, когда мы разрабатывали стратегию, то мы предполагали, что для того, чтобы под нее разработать рабочий план реализации, более детализированный, конкретный, потребуется не менее года. То есть это напряженная работа. Ну вот очень важно, все, что вы сейчас говорили, очень интересны и краткосрочные ваши меры, которые вы предлагали, и, конечно, долгосрочные. Вот скажите, какой есть способ давления на, скажем, на государство, чтобы хотя бы вот эти краткосрочные меры были уже, просто внедрялись, потому что они же очень необходимы, и тогда бы людям было проще воспринимать стратегические какие-то шаги, потому что, если бы мы начинали с каких-то небольших, вот есть какой-то способ, ну, скажем, такого? Способ давления, ну, есть, они все есть в наличии у гражданского сообщества, это от, так я называю, подростковых флешмобов до, действительно, парламентских слушаний по инициативе общественности с решениями, обязательными для органов власти, этой подачи решений в европейский суд, как самый, наверное, эффективный способ давления, но это уже, когда дело доходит до преступлений, вот, в нашей стране, я думаю, что здесь нужно говорить, скорее всего, о давлении на реформу со стороны верховной власти, и говорить о том, чтобы в министерство ключевые, которые подлежат реформы, пришла команда реформаторов, которая говорит на одном языке, ведь залог всех реформ, допустим, той же самой Грузии, заключается не столько там в поддержке со стороны доноров, там, готовности грузинского сообщества и так далее, а в том, что все прокуратуры, МВД, пенитенциарная служба, президент, они были одной командой, которые одновременно пришли, они думали на одной волне, они знали все те принципы, они разделяли одни и те же ценности, они находились в активном перезвоне каждый день, и поэтому ситуация динамично менялась, но менялась параллельно во всех ведомствах. А если мы посмотрим на нашу систему, ну, допустим, представьте, что министр внутреннего это одна политическая сила, Генпрокуратура вторая, суды третья, президент четвертая, и пока эти политические силы найдут общий язык, заканчивается президентский срок правления, депутатский мандат заканчивается, то есть время уходит безвозвратно. Поэтому, если говорить о реформах нашей стране, то я бы видел в первую очередь, как, ну, приход именно единой команды реформаторов, все ключевые ведомства. Ну, у нас же получается, что силовики ведь подчиняются президенту, по большому счету. Ну, не важно, кому они подчиняются, самое главное, чтобы во главе силовых ведомств стояли люди, которые видели, как нужно менять, и не стеснялись копироваться дружбором, чтобы не было конкуренции, как традиционно СБУ с МВД, а МВД и СБУ конкурируют с генпрокуратурой, и уж, конечно, судьи, это совершенно другие люди, которых вообще не должно стоять рядом, как их там, генпрокуратура, силовики, не судьи. То есть, это все, я понимаю, что это отдельные ветви государственной власти, но, когда это упирается в человеческие амбиции, и нездоровый корпоративный интерес, то вот тут наступает крах государственной системы. Вот если мы этого избежим, и везде будут проставлены команды реформаторов, тогда будем надеяться, что на одной волне реформы начнутся и как цепная реакция пройдет по всем министерствам. Вот, ну, это, конечно, тоже можно посчитать как утопия, учитывая, сколько депутатов, каких партий, каких лиц лезут во власть, то... Оптимистично, однако, вы так. Да, но у нас по-другому-то ничего не получится. Ну, и вот один вопрос, который, может быть, не имеет отношения к стратегии. Спасибо вам огромное за то, что мы говорили сегодня о будущем Министерства внутренних дел. Вот скажите, пожалуйста, сейчас мы говорим о том, о ситуации на Донбассе, мы говорим о том, что там будет создана местная полиция, милиция из людей, вот, из людей, которые там, сейчас с автоматами. Скажите, пожалуйста, насколько это вообще все объединения вообще могут быть законными, насколько это будет, ну, скажем так, защиты местного населения реальной, вот, которые останутся там на Донбассе. Я понимаю, что это для вас может быть неожиданный вопрос, но вот учитывая вашу службу в милиции и учитывая то, что вы правозащитник, очень хотелось бы услышать ваше мнение на это. Ну, давайте представим, что милиция там, или пусть там полиция, или как угодно там силы самообороны создаются. Они хотят привести законный статус. Для того, чтобы привести законный статус, необходимо, чтобы сама территория имела законный статус. Если Украина признает ДНР, ЛНР, как самостоятельные субъекты государственного управления, то есть независимые территории или со своим специальным статусом, но законные, тогда руководство этих территорий имеет право законно формировать свою мини-гвардию, мини-милицию и так далее. При этом это означает, что при совершенно любой степени соподчинения практически независимые, частично зависимые от Киева, они обязаны будут работать по тем законам Украины, которые у нас существуют. И если представить фантастическую ситуацию, что ДНР имеет легитимное правительство, которое признано Киевом, но входит в состав Украины и подчиняется с рядом определенных ограничений и условностей, то они обязаны сделать такую милицию, которая будет работать на основании закона о милиции, которая работает на всей территории Украины. И вот тут будут возникать вопросы, потому что там люди, не имеющие профессионального образования, не имеющие специальных допусков документации к оружию, и это все сразу поставят в ступор при попытке законодательно закрепить такие подразделения. Я боюсь, что это будет просто крайне больной проблемой. Ну и вот сейчас тот закон, который принят об особом статусе, который еще не подписан президентом, он предполагает признание официальное с вашей точки зрения? И могут ли они согласно этому закону уже создать законные свои какие-то органы милиции, местные? Извините за такой долгий вопрос. Вы знаете, я уклонюсь от ответа, потому что я его точно не знаю. Я могу только сослаться на опыт Косово, когда там после того, как был купирован этот конфликт с Сербией и Косово пыталось получить самостоятельный статус, то миротворческие войска стали по границам, и те вооруженные формирования, которые там были, но по сути дела это та же ДНР, ЛНР, только внутри Косово, они получили статус освободительной армии Косово. Их перевели в статус армии, после этого части из них предложили служить в полиции, часть людей перешла в полицию легитимно созданную и работающую, после этого они начали проходить профессиональную подготовку, и после, только после нескольких лет, когда ситуация стабилизировалась, и вчерашние боевики, которые провозили наркотики, живой товар, оружие через границу с Албанией, с Македонией, и тут они получили статус армии освобождения Косово, когда они успокоились и начали выполнять функции армии, вот тогда и международные агенции начали не чистку, но они начали расследование в отношении бригадных генералов, по сути дела полевых командиров позавчерашних, и они кого пересадили, кого оставили под следствием, кого просто уволили, но в любом случае вот эта вот армия освобождения Косово, она просто-напросто очистилась от всего криминала, и там остались только те люди, которые действительно способны выполнять добросовестно эти обязанности. Но этот путь был очень дорогостоящим, он был, ну, во-первых, спонсирован всем международным сообществом, это такой же глобальный был эксперимент, как и с Грузией, допустим, если по затратам говорить и по количеству игроков международных, если мы будем это проецировать на Украину, то я бы не хотел, чтобы это было на территории Украины, потому что результаты таких инноваций и купирования конфликта с мирным разрешением, они имеют очень много вариантов, которые могут привести и к продолжению вооруженного конфликта, то есть там ситуация все равно остается нестабильной. Поэтому я скажу, что готовых рецептов здесь, наверное, в мировой политике нет.